привет друзья сегодня немножко покажем про уникальную модель cduo rxp 300 rs новую модель в принципе мало у кого такая есть штучка у нас да так вот немного саня обзор сделает небольшой про гидроцикл водяной уникальная модель в принципе не нужно для гидроцикл водяной и 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 Продолжение следует... Срочно! Продолжение следует... Здесь настоящих 300 лошадей, значит, как я говорил, цилиндры 168, кубатура увеличилась, турбина, компрессор, вернее, увеличился чуть ли не в два раза по размерам, интеркуллер в два раза, имплеер значительно увеличился, все, короче, увеличилось. Ну и из-за этого разгон, и управление улучшилось. Сколько лошадиных сил получается? 300, здесь ровно 300. 300 лошадиных сил, да? Вот на такой штуке водяной, да? Это столько дури, да? Расход, конечно, значительно больше, чем в 260-й чувствуется. От ГТР в два раза больше, от спарка в четыре раза больше. Ясно. Сколько за час жирает бензильщика? В очень-вочем спокойном, это на 60 литров 2 часа 2,5. А если копать газ в спорт режим, то, наверное, можно постараться за час еще. Если гонка, то и за час можно. Ясно. Прожорливые такие, да, они? 10 часов ему ровно, вчера купили масло, масло только резит 3 литра. Хоть написано 5,5 всего, но откачать получается 3. И масло, то, чтобы не ошибся, даже мануал пишет, ни в коем случае нельзя бензильщиную синтетику, а только полусинтетика. А, полусинтетика это, да? В желтые нельзя. Так написано, не заливайте синтетику, потому что может компрессор кикнуть в мануале. В мануале, да? Так что в этом случае не надо стараться дороже масла покупать, а будет только хуже. Что там еще у него? Сам кузов остался одинаковый от прошлых моделей. Ну, все, что сказать. Какая скорость максимальная у них? 120, ровно 120. Ровно 120, да? Ровно 120. Скажешь, артикляр у тебя вообще нема. Сейчас мы покажем, что это за аппарат. С этой стороны. О, трицилиндра. Ротакс. Трицилиндра, балансирный вал интересно сделан в форме. Компрессор прямо на коленвале висит. Ничего такого существенного, кардинального не поменять. Что с наворотов? С наворотов я ему ски-моги поставил. Это от газа, от газа регулируется и ускорение, и как бы автопилота. Для протяжки лыж, доски, байборда, ящик. Ящик внутрь. И воды меньше заливается. Опа, показывай, что здесь ящик. И воды меньше заливается, и всего остального. Ну, что-то там под 150 евро, тогда, как равно стоит, бред, кусок. Покажи, что здесь такое у нас есть. Компрессор, в комплекте там она аптечка. Я там держу все такое редко нужно, но там сухо наверняка. Не замачивает того, в принципе, да? Да, 60 литров в бак. 60 литров в бак. Ну и все. Так хорошая пара, да? Сколько его цена на рынке, в принципе? Под 17, по-моему. 17 штук евро. 17 тысяч евро, вот. Каталожная, каталожная. По каталогу такой, да, вариант. Ну вот, что там у нас показывается на табличке. У нас максимально два человека. Подножки вставлены, такие упоры. Здорово, в принципе, ногу вставляешь. И в подседушку вклиниваешься. Сюда в ноги раз. Подождите, покажем, что там с ногами. Сюда ставишь колено, упираешь. И как клином забиваешь всю ногу под этот скос. Ну и, грубо говоря, все упоры. Сюда и сюда. А, это, грубо говоря, хорошо сидишь, держишься. Чтобы себе на поворотах. Выкинусь, держать тяжело довольно. Так вот, это новая модель у нас. 16-го года. И, грубо говоря, хорошо сидишь, держишься.